Друзья, у нас сегодня нестандартное видео и не только из-за того, что мы решили вернуться к самому яркому анонсу 2019 года, я говорю про Samsung Galaxy Fold, потому что сегодня опыт эксплуатации этого смартфона будет рассказывать вам не я, ваш покорный слуга, а человек, который является просто максимально целевой аудиторией этого смартфона, я говорю о основателе компании Allo Дмитрие Деревицком. Это максимально интересно узнать, на что обращает внимание человек, который не так помешан, как мы с вами на гигагерцах, мегабайтах, а делает это все для своей работы, для своего досуга, использует этот смартфон по максимуму в своей эксплуатации, в своей жизни. В общем, не буду затягивать, давайте смотреть. Посмотрите это видео до конца, в конце вас ждет интересный розыгрыш. Добрый день, друзья, спасибо Ивану за представление. Сегодня мы познакомимся ближе с новым типом устройств, устройство со стыдным дисплеем Samsung Galaxy Fold. Первый раз я увидел данное устройство на презентации в Лондоне, которое проходило более года назад, в феврале 2019 года. Он на меня произвел неизгладимое впечатление, я очень хотел как можно скорее получить его в руки. В руках я уже его протестил в октябре 2019 года в Корее, в Южной Корее по приглашению Samsung. И, наконец, он попал мне в постоянное использование в конце января этого года. То есть, у меня опыт использования его около одного месяца. Итак, Anpac. Коробка нестандартная, большая. И зачем же это сделано? Когда я первый раз открыл телефон, я был слегка удивлен, потому что мы всегда видим телефон в сложенном состоянии. Здесь же он хранился вот в такой вот замечательной коробочке в открытом виде, всем своим прекрасным большим дисплеем наружу. И мы все понимаем, требование безопасности к транспортировке смартфонов, но вот этот вот вау-эффект, когда ты открываешь и смартфон открыт, он того стоил, чтобы производитель рискнул. Какие устройства с гибким дисплеем? Для всего этого и не только. Устройство тяжелое, солидное. Напоминает по весу и качеству материала в Верту. У Верту, кстати, тоже была раскладушка. Очень добротно сделан вот этот вот шарнир. У людей, у которых математический склад ума и которым интересна механика, думаю, что они потратят немало времени для того, чтобы рассмотреть, как именно смартфон открывается и закрывается. Смартфон можно открыть одной рукой. Его половинки скрепляют магнит. Для этого надо немножко приловчиться. Но делать это, наверное, не так удобно, как делать двумя. Но в экстренном случае вы сможете открыть и закрыть его без всяких проблем на том. Когда вы будете носить его в кармане, учтите, что какие-то металлические вещи будут к нему прилипать. И это может повлиять на ваши кредитные карты. Хотя это уже не так актуально в контексте NFC и чипов. Когда я начал использование Galaxy Fold, у меня было ожидание, что качество экрана будет не настолько хорошо, как на моем предыдущем устройстве на Samsung Note 10+. Но когда я увидел настоящие картинки на полимерном экране, я был приятно удивлен, так как яркость, контрастность и другие параметры дисплея ни в чем не уступали Note 10. И по моему субъективному восприятию они даже были выше. Белый цвет белее, яркость экрана ярче. Возможно, такой эффект возникает, потому что вы видите фотографии или какие-то картинки в очень большом масштабе. И фрагменты, которые касаются неба, они занимают намного большую площадь, чем в Note 10. Но об этом мы поговорим чуть позже. В данном смартфоне есть два аккумулятора с умаженной мощностью 4380 мАч. Причем работают они в очень интересном режиме. Когда активируется передний экран, небольшой экран, работает меньше аккумулятора. Когда же мы переходим к работе в открытом режиме, то нужна максимальная мощность и включаются оба аккумулятора для обеспечения яркости и продуктивности работы смартфона в данном режиме. Интересный акцент, который делают многие блогеры в своем обзоре, это ложбинка, которая есть посередине экрана, которая необходима для того, чтобы экран складывался на две части. Действительно она есть, она больше видна, когда экран выключен в состоянии. Как только на нем появляется какое-либо изображение, то становится она менее-менее заметна. И из моего опыта использования я перестал на нее обращать какое-либо внимание примерно через две недели после того, как взял телефон в руки. Данный смартфон хорош тем, что вы можете начать какой-либо процесс, например, звонок или серфинг в социальных сетях. Вы можете начать на одном экране и потом перейти точно в это же приложение на другом экране. Причем это работает в две стороны, как вы можете начать этот процесс на большом экране и закончить на малом, так и наоборот. Это же касается и сообщений в различных мессенджерах. Это очень удобно, но мы должны учесть, что наружный экран небольшой, его диагональ примерно 4,6 дюймов. И, конечно, написание или продолжение написания каких-либо сообщений на такой малой диагонали уже сегодня неудобно, особенно когда у вас в руках есть такой большой шикарный дисплей. То есть очень легко перейти с маленького на большой, с большого на маленький только при острой необходимости или на ходу. Хороший сценарий использования маленького экрана, когда вам нужно ответить на звонок, ответить на простое сообщение во время вашего движения в автомобиле или просто во время того, как вы где-либо гуляете. Данный смартфон предлагает несколько режимов раскладки клавиатуры, один из которых подразумевает под собой раздельную клавиатуру под левую руку и под правую руку с небольшим разрывом посередине. Мне же более удобен режим, который напоминает планшет. То есть я растянул клавиатуру максимально высоко и широко и использую свайпы в наборе. Для меня режим большой клавиатуры с центральным расположением является самым удобным. Интересно, какие у вас будут впечатления от использования данного смартфона. Устройства с гибким дисплеем выпущены в нескольких форм-факторах. Один из них представлен компанией Samsung, когда гибкий дисплей спрятан у нас внутри. Другой форм-фактор представлен компанией Huawei, когда гибкий дисплей обнимает смартфон снаружи. Мне нравится решение Huawei. Это наверняка очень впечатляет, когда у тебя вся поверхность смартфона, практически вся, кроме полоски сзади, объята экраном. И ты его разворачиваешь, и он такой большой сразу перед тобой. Но у меня есть консерн, что дисплей будет все-таки царапаться. Потому что гибкий дисплей — это не те же самые технологии, которые защищают, например, Gorilla Glass 6-го поколения в Samsung Note 10. Гибкий дисплей все-таки закрыт более тонкой защитой, он более нежный. Многие блогеры говорили о том, что остаются какие-то царапины от ногтей. Мы не знаем, какие будут потребительские последствия использования Huawei Mate X с дисплеем наружу. Но есть предположение, что все-таки по мере эксплуатации на нем будут появляться какие-то следы, которые останутся на этом смартфоне навсегда. Но с удовольствием посмотрим на него поближе, когда он будет доступен в Украине. Если вы собираетесь в командировку, у вас нет необходимости брать сегодня с собой ваш ноутбук. Данный смартфон поможет вам в выполнении ваших повседневных бизнес-задач. Начиная от имейлов, которые намного-намного удобнее писать в большом экране и воспринимать текст, увеличивать его, масштабировать. Одна красота и удовольствие. Потом мы можем купить, заказать авиабилеты, сделать любую транзакцию через веб-сайты. Календарь. Отдельно слово о календаре. Такого развернутого вида календаря вы не получите ни в одном смартфоне. Только планшет или ноутбук могут с ним соперничать. И, конечно, развлечение. Огромный экран, который другой пропорции, который выводит картинку полностью на весь дисплей. И если мы сравним рядом изображение на стандартном вертикальном смартфоне, оно будет в полтора раза меньше, чем на данном экране, потому что современные смартфоны являются вертикально ориентированными. Этот смартфон имеет пропорцию примерно 3 на 4 и очень классно отображает контент в соцсетях. Еще одна часть моей работы – это видеозвонки. Мы их проводим довольно часто, так как партнеры разбросаны по всему миру. И это часть нашей бизнес-жизни. Мы привыкли к тому, что если мы хотим сделать качественный видеозвонок с большой картинкой, то, как правило, это ноутбук, это приложение типа Skype, это серьезная конференция. В личной жизни мы используем Viber или WhatsApp и видим своих друзей в несколько меньшем формате. Но здесь возможны исключения. Если, например, вы хотите пообщаться с помощью фолда с друзьями и использовать приложение WhatsApp, то увидите своих близких и друзей или даже бизнес-партнеров, если вы решите использовать это для бизнеса, в большом формате, который так привычен для нас на десктопах. О фотографиях. На мой взгляд, камера добротная, хорошая. Она ничем не лучше, не хуже, чем на Note 10+. Единственное, конечно, когда ты снимаешь фото или видео с маленького экрана, это не так здорово и не так комфортно, как ты делаешь тот же самый процесс на большом экране. И процесс просмотра, результата твоих фотостараний, конечно, доставляет больше удовольствия на раскрытом экране. Важная часть каждого смартфона — это проигрывание аудио и различных музыкальных композиций. Я пользуюсь оригинальным контентом, так как для меня качество играет значение. И если скачанный какой-то трек с Play Music поставить на данном смартфоне, и вы, например, находитесь в командировке, вы собираете свою сумку, включаете данную композицию на смартфоне, то через несколько минут вы перестаете ощущать, что вы пользуетесь смартфоном. Вам кажется просто классный источник звука, который передает все достаточно чисто, и вы забываете о том, что играет не Bluetooth-колонка, а играет обыкновенный смартфон. И еще важная вещь, что в комплекте идут Samsung Galaxy Buds — классные наушники, которые здорово использовать в повседневной жизни. Galaxy Fold в автомобиле. Как вы видим, по толщине он, конечно, не помещается в специальных местах, которые заложены в автомобиле для расположения смартфонов. Я его вставляю обычно в подстаканник, но из-за его такой вытянутой пропорции, немалого веса на поворотах, особенно если вы далеко едете, то он может выпадать. Поэтому я его кладу в двойной подстаканник, и он в таком расположении находится довольно стабильно. Он легко соединяется по Bluetooth с современными автомагнитолами. Можно использовать для голосовых звонков, для прослушивания музыки и других функций, которые обычно мы используем. Также в комплекте идут накладки. Они из довольно премиального материала, из карбонового. Легко одеваются на устройство. Внутри них есть липучки, которые нужно содрать и приклеить навсегда. Я примерил смартфон в таком виде, он отлично открывается, работает. Решил не использовать карбоновые накладки, потому что в них он становится слегка толще, чем я хотел бы. Но если у вас есть маленькие дети, ваш смартфон часто падает, я рекомендую использовать штатный чехол или накладки. Поступает много вопросов о том, что делать, если гибкий дисплей вышел в строй или разбился. Samsung побеспокоился об этом. Если все-таки с дисплеем что-то произошло в течение года, и вы купили официальный Samsung Fold, то вы имеете право на замену дисплея, уплатив франшизу 3700 гривен. Если это у вас произошло уже второй раз в течение года, то понадобится заплатить уже полную стоимость, которая составляет приблизительно 17000 гривен за дисплей. К минусам данного устройства я бы отнес относительно небольшой фронтальный дисплей, меньше, чем мы привыкли на своих смартфонах, ну и, конечно, высокую стоимость данного устройства. Она на сегодня составляет почти 57000 гривен. Плюсами Samsung Galaxy Fold является то, что фактически вы имеете два устройства. Вы имеете смартфон и вы имеете планшет в руках одновременно. Также это очень яркий потребительский опыт, который связан как с бизнес-приложениями, так и с приложениями для развлечения. И, безусловно, это тот вау-эффект, который вы производите на окружающих таким складывающимся и открывающимся смартфонах. Вы привлекаете много внимания. Для кого-то это большой плюс, для кого-то не очень. Но вы будете в центре внимания в любом аэропорту мира. Данное видео родилось после обращения некоторых моих друзей о снятии коротких обзоров для премиальных устройств. Мой опыт показа Samsung Galaxy Fold своим друзьям и партнерам привел к получению обратной связи, что если бы такое устройство сделал, например, Apple, мы бы его уже давно купили. Тем не менее, некоторые из них захотели think different, быть другими, и они уже пользуются Fold'ом и получают удовольствие. Друзья, спасибо за просмотр и до новых встреч. Ну что ж, друзья, вот такой получился видос. И, кстати, обещанный конкурс. Как всегда, условия будут довольно просты. В описании к этому видео есть вся механика. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайк, оставляйте комментарий. Форма участника будет тоже в описании к этому видео. И также все правила будут описаны. Поэтому обязательно участвуйте. Я надеюсь, вам понравился такой вот формат Звердного Гостя. Мы будем продолжать в том же духе. Если вы нас поддержите, это все дело лайками, положительными комментариями. И спасибо Дмитрию за то, что согласился на такой нестандартный формат. Мне было интересно. Надеюсь, вам тоже было интересно. Участвуйте в конкурсе и подписывайтесь на канал. Пока.